Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Христос воскресе. Номер 497. События дня. Эпиграфом взята 1 Коринфян 15-13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес за 22 апреля 2017 года. Два дня никаких не ставлю здесь сообщений, потому что мне показалось, что кое с чем мы уже знакомы. Тут огромная такая тема идет. Вопросы и ответы. Но покажу только ресурсы, а то кто-то натолкнется и увидит, что у нас тут есть. Это самое первое. Вот мой мир, как выглядит. Очень удобно связываться, вопросы задавать. Там есть другие странички, там я с голубем стою. Не там писать, а именно вот на этом вот. Второе, это наш форум. Вот это я форум беру, показать. Вот здесь еще 600 тем. Легко регистрироваться. Меня пытаются затащить ВКонтакт, но до чего неудобно пользоваться. Там заходит кто-то, мелкенький, буквы не увеличиваются. Одно сообщение, какая-то спутанность. И что они там находят? А уж про одноклассники и говорить даже не хочу. Вот в моем мире все открыто. Тысячи фотографий. Любую выбирай, смотри. Ну, явно видно, что те, кто создавал ту и другую систему, еще Twitter и Facebook, у меня везде странички есть. Живой журнал свой организован. И даже живой журнал ни в какое сравнение с моим миром не идет. Я говорю об этой системе вот. А раньше она вообще была безукоризненная. Одновременно на 10 тысяч человек можно было посылать 12 фотографий. На 10 тысяч. Всего только три тут операции сделаешь, нажмешь кнопки. И текст. Текст 5000 знаков. Вообще невообразимо было. Ну, видимо, пакости творили и заставили их убрать это. Более совершенной системы тут в интернете и даже, кажется, и нет. Мой мир. Ну, и далее у нас видеоканал. Вот. 6700 подписчиков и 6 миллионов просмотров. Ну, у нас мало просмотров-то. Кого там? У других он там каждый день-то миллионы. Но у нас приходит это не праздно шатающееся. А у них конкретный вопрос. И что интересно, на форуме в течение полгода ни споров ничего нету. Каждый день сейчас вот 700 человек заходит. И никаких выступлений. Зачем они заходят? Они находят для себя, что нужно. Никаких споров, ничего нету. Все отвечено. Он думает спорить, а ответ этот уже отвечен ему. Ну, вот это, что-то тут по... Так. Мы отошли на запись. Кто тут еще? Совместная молитва. Вот мы уже с собой разговариваем. Но это я убрал. Теперь просто показать. Вот у нас есть православный библейский сайт. Библейский православный. И здесь самое ценное, это вот 4 тысячи, 124 ответа на по темам. И мы сейчас некоторые вопросы озвучиваем. Озвучено, конечно, лучше, чем это читать. И вот. Это у меня тут. Такое. Вся тема священства идет. Добавляем там. А с той стороны, там внутренний мир человека. Так. Ты уходишь или побудешь почитать? Вопрос 2341. Десятый том, открытый муком. Книга наша. Что помогло вам устоять, когда против вас шли статьи в религиозных журналах? Когда и свой архиерей душила смертно. И что было бы, если бы вы их послушались и принесли покаяние перед ними во всем том, в чем они хотели одержать победу? Интересно. Всем от меня нужно покаяние. Какой бы злодей ни попадался на запах на наш, я обязательно, чтобы я покаялся перед ними. То есть это я вижу в них происки врага. Они ничего взамен дать не могут. А проходит время, они делаются как саратиками. И сами начинают искать прощения и прочее. То есть искушения. Это говорит о том, что это дело Божье. Оно устоит. А одному восстать против системы. Бывает, кто-то видит православие, да там не такое, и сразу стекло куда-то суется. На погибель нырнул туда, в болоте в этом сидит, зловонном какой-нибудь. Валяется там с харизматами, ну мало ли что там. То мормоны какие-то, слово-то мормоны, как будто блевотина какая. Православная церковь зазирает тогда. Ты потрудись здесь и увидишь. То есть нетруженики. Нетруженики с народом. Вот у нас все знают сколько. 21 тысяча сел исчезли. Ну возьми землю. Получи статус. Сделай там православное село. Что, слабо? Ни одного нету. Ни одного на всю Россию. Ни одного. А у нас какие строгие правила с нуля. Электричество надо, чтобы подвели. Школа государственная была открыта. Храм. И никуда из православия не сдвинуться. Вот тогда будет видно. Или образовать в частном порядке детский лагерь. Мне Господь позволил благодатью своей образовать. И 45 лет был начальник. С чего только не было. Уголовные дела воздвигали. Ну такой, как нынешняя власть была. Хапуга. Такой не было даже при коммунистах. Так. Ответ. Полная наша доверенность Богу и Слову Его. Отступить от Библии значило погибнуть. Архиереи-то истинного православия не знают и не нюхали. Они знают Никоновскую реформированную кухню. А я зову их к апостольскому огненному служению. Понятно. Послушайте как, отвечая им. Они еще до пятой главы Деяния апостолов не дочитали и на второй главе не побывали. Нам очень сильно помогла наша стойкость. Мы никуда не подвигнулись и всех все время поднимали на молитву. И о наших бедах знал весь мир. И Бог оснулся из сердца нашего архиерея. И совершилось чудо, которое все еще по сегодняшний день продолжается. Епископ наш сам стал за русский язык. Гнали-то меня за что? За то, что у нас на русском языке там проще. Хотя служба-то идет на церковно-славянском. Только библейские тексты считаем. Дальше. Нет у меня никакой уверенности в нем, как в наших двух батюшках. В отце Иоакиме и отце Александре Желтухине. Такие отношения были хорошие. Теперь живущим в Потеряевке. Что епископу стоит в уже достигнутом им. Потому что даже если будет объединение патриархии с зарубежным синодом, они в первую очередь сойдутся на 100% в обязательнейшем служении только на непонятном народу церковно-славянском мертвом языке. И вот тут все может снова повернуть вспять. Если наш архиерей не возлюбит Библию, как любил раньше мертвый язык церковный. Похожий вопрос уже отвечен на 8 томе 2167. Вопрос. 30.01.1995 год. Кавычки открыты. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Шлю вам Божие благословения. О, если бы оно образумило вас. Видал пачку бумаги? Ну, думаю, наконец-то заставил Игнатия ответить. Читаю, читаю. Нет ответа. Новая ложь. Какая ложь? Вот, понимаете, ложь. Вот у нас нападали на лагерь-то, и мы детей не показали Роспотребнадзору. И это ложь? Ложь. Какая ложь? Детей увел, не отдал в руки. Ложь. Дальше. Жидовское верещание. Какое жидовское? Жидовское? Где оно нашлось здесь? Жидовское. Ничего не понятно. Ответьте, наконец, хоть на одно письмо. Какое письмо? Ему не письмо нужно. Ему нужно, чтобы мы согласились, что нужно все на церковно-славянском языке. Нападает на меня за две темы, которые я выпустил. О том, что убивать не надо, возлюбить врагов. Ну, больше-то ничего такого не было. И на русском языке. Две темы они муссировали. Предыдущее письмо я написал перед поездкой и не успел отправить. Понимаете, вот эта переписка с нашим, это еписка была Евтихий Курочкин. Потом он был домодедовским у патриарха Кирилла. Вот я мог не писать, никто бы не знал по сегодняшний день. Частное письмо. Ну, для чего я печатаю? То есть, прежде чем опубликовать, я знаю, какое на это письмо будут нападки. Нападки. На меня. На меня нападки. Из-за того, что письмо это узнали. Теперь ухватятся они. Ну, разные-разные. Особенно, которые в миссионерских отделах. Это свора. Как бешеные собаки везде кидаются, кусают. Ну, лютые волки, не щадящие стадо. Деяние апостола, 20 глава, 29 стих. Ничего не знают. Младенцы буквально там такие. Раза в три моложе меня и кидаются. Еще, говорю, даже не родились они. А я уже был благовестником и тюрьму мерил там. И он кидается жестокие, непримиримые. Но и их, когда коснется эта кувалда, начнет их молотить. У них-то ничего нету. Свирепый вид. Миссионерские отделы никто не может создавать. Их нету. И только дьявол их создает. Дьявол. Потому что Бог создает Духом Святым. И посылает подвое. Подвое. Больше нету. И они не знают, как подать. Тысячи талантов. Они совершенно бесталанные. Какие таланты, когда у тебя чернотой все покрыто, как у буддистов говорят. Ним светится черно-фиолетовый. Такие люди не поддаются исправлению. По всей вероятности похулили Духа Святого. Дальше. Вы не понимаете ни меня, ни моего служения. И все, беседуете со мной, вымышленным вами. Вот это да. То есть я там думаю, хорошо. Я ему откроюсь. А то есть ни жди, епископов не было и не будет. Златовус и тот говорит, никого не страшусь так, как епископов. Это самое-самое гневное. Которое все живое растерзывало. И кто пишет об этом? Там Пахоми Великий, Григорий Богослов. Ну не я это все говорю. Как в Златовусе они на горных тропах ловили. Когда его в ссылку ведут, они ловили его убить. За камнями лежат монахи, крестятся, ждут. Лишь бы этот караван прошел этой тропой. Дальше. Письма на 12 страниц. Полно хвастовства. Да, мы говорим о том, что как люди приходят к Богу. Это хвастовство. А он может показать? Может быть общину одну образовал? Нет. То есть, если показываешь, они не могут это сделать. Это хвастовство. Больше ничего нет. Но я-то показываю дело Божье на русский язык. Речь не только о русском языке в данном случае. Примеры приводятся не по теме, а попутные. Это не по теме, а попутные. Надо все понимать, о чем речь. Пишите, что у вас по самовнушению полегчало на сердце. А ведь это способность присущая бесстыднику. Видите, какие слова. Полегчало на сердце. То есть, я думал, я говорю, архиерия вроде начала умягчаться сердцем. И вот это бесстыднику. Нет. А придет время, будет на русский язык сам переводить. Я же говорю, и все тяжелее о вашей беспросветной прелести. Вот. А потом мы поедем на благовестие, заезжаем, у него ночуем. Благословляет и машину, и нас, и все. А здесь он уже не воздерживался. Ему это дано. Ну и хорошо. Дальше. Болит голова, глаза, в сердце, желудок. При всем при этом вы твердите, что это я вас бью. Вот понятно, что. Это у него болит. Он больной человек. И голова болит. Голова болит. Это еще нормально разве? Глаза болят у него, сердце, желудок. Очень больной. Ему не надо это. Ну, не так, не так. Доверился Богу, нет. Нужно непременно сломить. Чтобы нигде на русском языке слово не звучало. Речь идет только о русском языке. Он же не говорит там, что-то я сделал, украл. Или еще что-то сделал. Но надо же, какое одолжение. Он подписал статью и мне соизволил прислать. Да. Если бы только мне, разве были бы угрозы прещения? Прещение, то есть что? Вопрос, воспитательный знак. А я эти материалы отсылал и Осипову одобрил. Осипов. Все материалы эти мои одобрил. А потом книга вышла к истинному православию. И тем более, когда в Америке был я. Там самый строгий у них был архиепископ Антоний Синкевич в Лос-Анджелесе. И мы утрами с ним гуляли. Я ему материалы все давал. Он считал. И не против одного ничего нету. Чего это так нашего понесло, не знаю. Против русского языка. Ведь вы мне, я-то слышу в глаза высказываемые мне, гораздо более горькие упреки, ложь, претензии. Вы тысячем прозаслали яд обновленщины. Эээ, вон как. Это обновленцы все еще не опомнятся от страха перед ним обновленщины. А они сделали на русском языке, как у Георгия Кочеткова, яд обновленщины. Ну покажи, какой яд. Конкретно. Ничего нет. Что там у них женатый епископат. Мы не имеем женатого епископа. Епископ он у нас. Он понимает так. И так сразу ушли от него и все. А здесь нет. Мы никуда не сдвинулись. И в конце концов он ушел туда, в чем нас обвинял, полностью туда впал. А мы как стояли, так и стоим. Вот что интересно. Дальше. У меня Евангелие на церковно-славянском одно. На престоле. А у нас русская Библия на русском языке. Специальный спецзаказ сделан. Синодальный перевод. Вот он показал. О чем? Речь идет о церковно-славянском языке. А какие прещения, какие слова выискивают. Вот это миссионерская работа. Это миссионеры. Так. Сколько сотен, уже тысяч, я на своем горбу перетаскал, чтобы раздавать бесплатно. Евангелие на русском языке. Ну и что. А в церкви-то на русском языке нет. На славянском нигде не издается. Вот сколько он раздавал. Ну сколько он мог раздавать один. Мы только в окрестностях 30 тысяч раздали. В дальнейшем-то проедем от Порта Находки до Виссабона. Ну и сравнивать не приходится. Ну раздавал там у себя. И сдают там они на скрепках. Что дальше? Сколько часов я простоял, проповедуя в храме. Да. В школах, в тюрьме, в домах верующих и неверующих. Проповедуя на русском языке. Ну да и аминь. Хорошо, молодец. Как же вы можете свою ложь добрять выдержками из Писания? Ну а зачем же нападаете-то? Я говорю в храме, чтобы считали понятно. Речь идет о храме. И он куда перевернул-то? Я вот, что он говорит это дело, ну тоже хвостовство неумеренное. Он проповедовал в школах, вот расхвалился. Нашел, что простоял, вот расхвалился. Евангелие раздавал, вот расхвалился. Ну я же не говорю о той, когда благословит его Господь. Я понимаю, что нет других слов-то у них. Дальше. Провошу вас все же ответить на мой указ и прекратить свое многословие. Вот, если я не отвечаю, значит, это плохо. А я не отвечаю. Иногда замкнусь и не отвечаю. Дальше. Это не моя прихоть. А чья? Я должен исполнять церковные уставы. Я принимал архиерейскую присягу пости овец. И только пастырским долгом продиктовано мое письмо, чтобы вас, приходы Барнаула и Потерявки, вернулись из заблуждения Гордильева. На русском языке это заблуждение. Он запретил разговаривать об этом языке, о русском, три года. И мы три года молчали, до 23 мая. А потом он сам стал переводить на русский язык. Так что Щаркасов Георгиевский, писатель, он как бы по мужу моей сестры, как-то родственник на ее сестре тоже женатый. И говорит, непонятно, как они сумели его ломать, эти братья, что на свою сторону его перейти. Да никак, любовь переламывают кости. Дальше. Себе не доверяя, не принял самостоятельное решение. Решение-то что хотел? Запретить батюшку, меня. Дальше. Но обратился к собору с епископов. Добились мы все-таки. Дальше. Стоящих в истине. В истине. Но не знаю, что все они разделятся потом. 13 юрисдикций будет. Вот что получится из этого. Стоящих в истине. В это время он против патриархии воевал, такие рассылал. В один день все сменил. А мы не рассылали нигде. Писали, как есть, о недостатках. Боролись. И видим, что стали крестить полное погружение во многих храмах уже. Дальше. Так, вы хвастаете встречами с митрополитом Виталием и гневаетесь на меня, что я к нему хочу обратиться, как к старшему, опытному, стяжавшему молитвенный дух. Ну, я скажу, что я действительно был у него. Многократно обедали вместе. В храме молились. Я стоял около него плотно. У него такая загородка, чтобы он не упал. Ну, по 90 лет уже. Вот так. Но он никак не хотел сдаваться здесь. А мы ничего не просим. Мы же не говорим. Давай, епископ Евтихий, у себя на славянском языке не читай. А говори, мы не говорили. Мы сказали, что вот мы хотим так, чтобы люди понимали. Как вы считаете себя стоящим в истине и постоянно противоречите сами себе. Непоследовательны, хвостливы, горды. Вот так. Ну, а я могу сказать, это вот касается вас. Он гневливый очень был, гневливый. Вот здесь у нас был Максим Дмитриев. Он сейчас в этой вильце, там, он может ударить и что такое. Хвостливы, горды. А потом приезжает здесь епископ, он говорит, Игнатьевне православие не обвинить. Он супер православный. Все изменится. А почему? Я ему на это не отвечал, ни на одно слово. Ну, непоследовательно. Хвостливы, горды. Но общину не вы создавали. Две общины, которые у него были. Он не создал ни одной общины, ни одной. А как он ее создаст? Он и не знает этого. Он приезжает, как архиерей, служит. Ни один архиерей, ни одной общины не создал. Ему назначают место. Там кто-то трудился. У меня это конкретное трудо, и люди пришли через занятия в университетах. В моих выступлениях по радио три программы вел. Он ничего-то показать не может. Нету. Дальше. Как можно муку переписки с вами, не отвечающими, передергивающими, считать прихотью? Как его задело? Мне даже сейчас смешно. Он больной, больной. Сейчас он на покое. Но я Бога благодарю, и каждый день за него молимся, что он нас терпел. И как-то у нас было здесь, я не знаю, то ли мой день рождения или что, и он сидел. И я говорю, вам самая большая благодарность, владыка, что вы нас не сожрали живьем. Что мы все еще живые. Ой, он сидел как. Не сожрали. То есть они только это могут делать. Дальше. Не было бы заботы. Не было бы заботы. Дальше, дальше. Боли за вас. Разве бы я вызывал ваш огонь на себя? Мой огонь? Да я мирянин. Ну какой огонь-то? Я не арий. Догмат не изменил. Никеус-Аригородский символ исполняю. Что он сказал-то? На русском языке мы желаем нашей общине, чтобы библейское считать. Библейское у нас на церковно-славянском все. А библейские тексты считать. Дальше. Если бы не забота о церкви, какая сила меня заставила бы согласиться на епископство, которое лишило меня всего, что только можно приносить отдых, отраду, успокоение на земле? Когда были там, сидели епископы, я за него ходатайство, он был архимандрит, ушли из московской патриархии, я говорю, нам, епископа, поставьте своего, там есть такой архимандрит. У нас придумали когда-то, что только неженатые могут быть, да монахи. Ну вот у нас есть такой монах, к вам перешел, поставьте его. А он потом мне говорит, а я вас неуполномашивал, чтобы за меня ходатайствовали, ничего себе. Я небольшое ходатайство дал вам местом епископе. Вот сейчас митрополит Иванников написал патриарху, поблагодарил, что такого епископа, он еще не был митрополитом. А митрополит этот мне сразу письмо прислал в лагерь, благодарил, и я не достоин, чтобы обо мне. То есть совершенно другой характер. Но я еще раз повторяю, мы Бога благодарим, что у нас был и тихий, и он нас терпел. Дальше, он ничего не внес, его в общем у нас ничего не было. Однажды он сказал, приезжаю, здесь необычные вопросы задают. Я, говорит, как в подвешенном состоянии. Давай. Ведь я добровольно всего лишился, а вы по трафарету шпарите. Вот и ложь на ложь. Какое по трафарету? Какому? Образовьтесь. Ну какое, ну, трафарету я по сей день не знаю. Какое трафарету и шпарите? Ну и язык епископа. А то уже язык другой. Дальше. Владыка Даниил, зная наизусть греческий подлинник, дал исчерпывающую справку. Кто из владык что имел добавить? Высказались. Мне не выразили без голосований, которые вообще не практикуются на соборе. Ого. Похвалился чем. Вот потом и разделятся все. Не согласен, а надо писать согласен. А потом отдельно где-то на бумажке выразить не согласен. Я знаю их, они так говорили мне. Дальше. Может быть, бывает, когда в исключительных и подходящих случаях. Что бывает именно? Выразили без голосований. Как это? А как можно выразить? Ну кто согласен? Самое простое поднять руки. Ну это вообще непонятно. Дальше. Путь к соборному решению лежит не через большинство голосов, а к поиску истины. Ну и нашли истину. Как митрополита Виталия скручивали, отдавали психиатрию. Потом-то все это раскрутится. А наше отношение не изменилось ни к нашему Евтихии, никуда, ни к патриархии. И тогда нас дышили за то, что мы говорили, московская патриархия благодатная, не организация церковь Христова. Ой, кого вы этих сергианцев, этих обновленцев там. И он в этом случае первый из этих был. Самый такой боевой против патриархии. А потом первый туда и нырнул. Так, неоднократно архиереи оставляли свое мнение, если пусть и самый младший предлагал свое мнение более верное. Ну это я не знаю, это ваши там закулисные работы в архиерейских соборах. Дальше. Про добавку к символу был договор, разговор в Потеряевке еще до того, как я услышал ее на богослужении. И вы или отец Аким сказали мне, что, мол, в округе, в округе и на месте усадьбы были старобрядцы, что и сейчас они есть в общине. Поэтому есть просьба оставить истинного. То есть Духа Святого, Господа Истинного. Да его убрал Никон. Как это? Впереди написано Бога Истина от Бога Истины, а Духа Святого откинули. То есть перестали слышать. Как это может быть? Ну нам сразу ответили, а это уже разрешено. Но мы даже это и то хотели утвердить, чтобы дальше. Так, я обещал вынести этот вопрос на собор и выполнил обещание. Вы мне ставите это в укор, кавычках, нечестно, неверно, по-коммунистически, кавычки закрыты. Да как же с вами дело иметь? Я не помню таких слов. Что именно по-коммунистически? Ну тут хоть бы маленько пояснил. Я не знаю, о чем речь идет. Дальше. Не по сей ли причине многие прекращают переписку с вами. О, а чем не по этой ли причине? Да вы полностью разойдетесь с курсом русской православной зарубежной церкви. Да кто бы поверил, что вы броситесь в объятия сергианцев, когда они ни из укуминизма не выйдут, ни чего. Вы-то теперь какие оказались? А мы никуда не пошли. И мы остались, две общины остались, верные курсу, который был у зарубежной церкви. Дальше. Да как же с вами дело иметь? Не по сей ли причине многие прекращают переписку с вами? Об этом мы с вами говорили. Это-то зачем он говорит? Многие... То есть я ему сказал, он меня этим и долбит. Ну куда это годится? Ну то есть с народом не умеет работать. Вы же не... Вы почему делаете пристрастный критический разбор? Критика полезна, пристрастие греховно. Пристрастие к чему? К русскому языку. Переписка бесслышания неприятна, бессмысленна. Ну не пересели, все на этом кончилось, оставь нас в покое. Серьезный вопрос. Сможете ли вы заставить себя слышать и понимать окружающих? Ну если бы я не слышал, не понимал окружающих, как бы люди-то приходили к Богу-то? Андрей Кураев, который все разбирал и считает меня самым продуктивным миссионером. Об этом говорит Олег Стеняев, который были. Потом вы сами будете говорить. Вот занесло его тоже. Но я это не могу ему сказать. Но теперь говорим уже как дальше. Теперь он как будто нас никогда и не знал. Не с праздниками там, не батюшка его зовет на дни деревни, на престольный праздник. Местный епископ московской патриархии, митрополит Сергий Иванович приезжает. А этот нет. Как будто с рода 13 лет у нас был-то. И ни одного друга не завел. Дальше. Я хотел узнать, почему предыдущее письмо вы написали, как и не мне. Как и не мне. То есть, вот, пожалуйста. Ну и что? А придуманному оппоненту. Но вы мне в ответ, то ли иронию, то ли похвалу пустую, гомолило и еще помянули. Вот так. То есть, даже готовое письмо не раздать, не пойму, не понял, о чем дальше. Писал, что вы выхватываете кое-что по личным соображениям. Выхватываете? Я такого слова не мог. Писал я, что вы выхватываете. В ответ. Вы, не делая анализа своим письмам и статьям, отфутболиваете эту фразу против меня. Ну, если подходят, то и отфутболиваете. Ну, слова-то какие-то, там, шпарите, отфутболиваете. Значит, ты спать хочешь или что? Нет, Ватихач. Ну, где у тебя такой, как будто бы не пробудился. Считай. Ваше слово, традиция, в большинстве случаев видится как гроб, как старообрячество. Но ведь традиция, это начало... Это ваше, то есть это мое, мои слова вот эти он берет. Дальше. Но ведь традиция, это начало и конец воспитательного процесса. О, как, ничего себе. Дальше. Это перечень и состав книг, вошедших в Библию. Это частная и общественная молитва. Это религия. Это все, что отличает человека от животного. Это память человечества, соединяющая его с Творцом. Ну, это так люди понимают, кто-то традиция. Да нет. А вот у нас русская традиция. Женщины-то в брюках стоят, без платков. Бритые мужчины. Вот и традиция русского человека. Посмотрите на картины Поленова, Сурикова, Репина. Лишь идет о традициях, которые в народе. Он все взял традиции. Против этого разговора не было даже. Только искаженное нововведение, отступничество, входящее в привычку, есть прочная традиция. От начала же не было так. Вот мы сидели здесь в местной епархии. Тут они бились, чтобы нас затащить в московскую патриархию. Он сидел в нашей птихе. И Максим Дмитриев, он в Вильце там где-то теперь, туда его отправили. Другого на его место дали. И вот с вечера еще созвонились, договорились, что будут фотографировать, записывать. Наша встреча была на высоком уровне, по местному стандарту, сказать, или по уровню. А потом, ну мы вот тут решили. Как решили-то? Когда вчера еще вечером, еще раз я переспросил. Да, приглашенные люди у меня были, корреспонденты. И все разрешено было. Официально договорились. Договорился, я звонил с секретарем. Сергей Беляев был, батюшка. А мы решили. Как вы решили односторонне, когда договорен? У меня люди пришли. Нету. Ну я встал и ушел. А потом спрашивает. Наши некоторые люди остались еще там. Да что, Игнатий не вернется? А и в тихий он уже. Он говорит, нет, никогда он на это не пойдет. Я вышел и ушел. А что с вами разговаривать? Ни слова не держите. А что боитесь? И тоже начал. А что это у вас все записывается? Вы как какой-то сотрудник КГБ. Сами КГБшня. И на меня главное. Я сотрудник КГБ. Ты дня не был. Вокруг тебя эти, которые ухаживают. Причиндалы-то. А я в это время лагеря, тюрьму мерил. Баланду хлебал там. В шеи кормил. И он меня упрекает. Ну какая тут равноправная? Давай. Христос обличает фарисеев не за сохранение традиции, а за подмену их. Заповедано так, а вы подменили. Вот это и есть православие. Да. В вашей же интерпретации, когда традиция вам не нравится, тогда это гроб. А если нравится, то взять ее можно. Где угодно. И из сундуков старообрядцев. Имя, которое вы в нужном для вас случае употребляете. Как страшно ругательство. Ну понятно, такой уже уровень-то как. Где-то старообрядцы против чего-то идут. А где сохранили веру, я про это говорю положительно. Положительно это положительно. Отрицательно, отрицательно. И везде ругают ария. А когда говорят, как он выглядел презентабельно, как говорил и прочее, то это положительно. Он же, ну человек не из одного, говорит, состоит в кусочке. Дальше. Ваша тема-то о смирении беспроигрышная. Да и издеваться позволяет над ревнителями Христовой истины. Да. Это мои слова. Дальше он пишет. Да. Тема беспроигрышная. Это первая заповедь блаженства. Без первой ступени других не одолеть. Это говорят епископы. Да, епископы. Зачем было мое смиренство, наше смиренство, наше смирение. Слово смирение лепят до более гордого сословия вообще на земле нету. Это они миссионерские отделы и создают. Это кто говорит? Все отцы говорят одинаково. Все. Я уж не говорю там блаженны фефилакты другие. Все. Самая гордость вся слепилась именно там, в епископате. Без смирения христианства не существует. А может быть лишь обман, антихристианство. Смирение это сущность явления в мир спасителя. Ну, самого себя называть наше смирение или смиренство. Ну, это что, смирение? Каким иезуическим способом можно противопоставить ревности Христовой истине смирению? Первый христианский добродетель. Никак нельзя противопоставить. Никак. Только искази в истину. Да. Гордость в любом случае это искажение, преступление. Потому, гордому Бог противится. Смирен уже дает благодать. Ну, не делай то, чтобы тебе Бог не противился. Не гордись. Это в это время он был один из самых ведущих против патриархии. И в одну ночь все вдруг в нем изменится. Ну, как я... Ну, а мы никуда не сдвинулись. Так и стоим. Пересмотра положения о перекрещивании вы можете добываться лишь одним путем. Вновь заставить меня поставить этот вопрос перед собором. Пока есть ни в коем случае не допускать своеволия. Правило вам такое. Крещенных обливанием с троекратным возливанием воды и призыванием имени Святого Троицы не перекрещивать. Да не перекрещивать. Они не были крещеные. А почему он так говорит? Да потому, что моченые. Потому так и говорит. Да это, ну, воины и сынецкие, монахи на Афоне. Никто их не считает, моченых этих крещеными. И никогда этого не было. А почему мощь это? Спроси. Почему ты не говоришь, дорогой мой, что все изменили-то здесь? Где вы нашли такое? Троехкратное погружение должно быть. Апостольское 50-е правило. Если ты не делаешь так, тебе извергать надо. Все каноны все изменили. Дальше. Особые случаи предоставляют на мое усмотрение. Никогда мы этого не делали. Это мнение, которое может изменить только равный или больший собор. А то, что вы изменили равный собор, отвергли все это канонические правила. 413 правил из 719 ежедневно нарушаются в храмах. Ежедневно. И вот так крестят как. Но о которой Никоновской реформе не починились старообрядцы. Разные толки, беспоповцы. Ни один за 300 лет не крестил моченым. Ни один. Ни одного человека. И что доказывать-то? Сектанты, баптисты, все в озере крестят. А эти выйдет кисточкой. А католичное все. За что заступается-то? Только сам принял бы крещение, приехал тут у нас, крестился в полное погружение, сразу бы изменился. Дальше. То же самое о русскоязычной. Вот оно где корень-то. Меня этот вопрос касается больше вашего. Однако недостатки не устраняются, а усугубляются беззаконием и в своем мнении я не считаю правилом, превышающим соборное определение. Ну какое определение нашел? Когда соборное определение было переходить на русский язык, собор от 17-18 года, я все это привожу, какой пункт, об этом как говорит Феофан Затворник. Ну ничего, внимания не берет. Дальше. Посылать в Потеряевку людей на проверку и до закалки. Идея не моя или ваша, или отца Иакима. Приехал некий человек, просил послушания, посылая к вам, дать полные характеристики с печатью. Не имея права, не зная человека. Главное, человек освободился какой-то, и он к нам присылает этого зэка. Он и курит там, и... Ну какой был-был, такой наркоман там, и присылает. А чего ради с нами не договорился, мы его обратно и отправили. Так, вам подавай испытанного и проверенного. Конечно. Ну не подавай, мы и не просили. С такой помощью не нуждаются. Еще себе. Человек ходил в тюрьму, человек необращенный, прокуренный, приехал Потеряевку. И где он ночевать будет? В комнате со мной. На ночь оставлять. Дети ходят, от него прятаются. Еще уж тут. У себя пристраиваю всех по возможности, хотя и трижды уже обкрадывали. Ну и что, хотел, чтобы и нас обкрадывали. Ничего себе, отруженик. Впрочем, до того, как вы определитесь, кому подчиняться, своей ли воле или церкви. Церкви, это он имеет в виду только то, что нападает на нас. Которой я принадлежу. У нас не будет никаких взаимоотношений. Он принадлежит. К русской православной, до рубежной церкви. Я сам мигнул патриархией, как будто никогда там и не был. И давай, это вредное было, что принимали здесь. То есть давай хулить то, что сам, то есть разрушать то, что сам строил. А мы ни с места не изминулись. Дело-то показало. Навязываться вам не желаю, а вы никак не можете остановить своего потока подозрений, что какая-то корысть в моей опеке над вами. Это моя обязанность. Неужели вы допускаете мысли, что совершенный компьютер, в который очень легко ввести программу с заповедями божьими и церковными канонами, будет правильнее отвечать на вопросы, чем простец христианин, имеющий сердце сокрушенное и видящий все множество своих грехов? По вашим писаниям, это так. Епископ Евтихий, написанное с 17.1.95 года. Знаете, сколько? Это 95-го, 17-й год, ну и получается уже 22 года назад было. Все изменилось за это время. Конечно, компьютер выдаст более правильное. А почему? А компьютер-то, то, что я заложил, то он и выдаст. То есть правила порушены. Повторяю, 413 правил нарушаются. И он этого не видит и не знает. Почему? Спросите его дальше. Не хочется комментировать, чтобы не задеть тщеславия епископа. Это я уже отвечаю. Тем более, что он серьезно болен. Да. Конечно же, простец, знающий только свои грехи, есть пенек неотесанный. Он глупо ничего не ответит, а компьютер даст тебе абсолютно точный ответ. Ну и так понятно. Архиереи страшно боятся образованного народа и жмут на исповеди и причастия. Да. Им абсолютно претит видеть какого-то в звании рядом с собой. А уж если кто-то вперед вырвался, то и по смерти такого будут проклинать. Да, конечно. Залом 36, 10. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место и нет его. Ну, я не хочу сказать, что я имею в виду именно нечестивый, там епископ, не станет его. Ну, почему так, я не знаю. Дальше. Нам здорово помогла эта неразбериха с объединением. Сплошная катавасия. И им пока не до нас. Потом они и с нами снова начнут разбираться, откручивать головы. А пока что там неразбериха между собой. У нас как раз среди этой туманной истории с объединением и вышли все труды. Да. Теперь уже все позади и мы молимся, чтобы только не умерло начатое пробуждение. Да. Люблю математическую точность, чтобы вызывать удивление и страх. Не вызывать. Одно уху подставил, уже рифма нарушена. Чтобы вызвать удивление и страх. Считай заново. Люблю математическую точность, чтобы вызвать удивление и страх. Насколько мудро, выверено, прочно, хотя все видимое скоротечный прах. Насколько буковок Священное Писание рассчитано на главы стихи. Для красоты наш череп скрыт под волосами, фиксирует рекорды у блохи. Все наши кости, жилы, плоти, кровь подсчитаны, занесены в реестры. Уменьши на молекулу, и тем разверзнешь ров, и на бессмертный легко поставишь крестик. Один Господь, Он и Его восущий. У нас одна душа бессмертная и тело. Одно. Один. Их жизнь всего одна. Стон на навозной куче. Их нужно сохранить. Проект войти умело. Три на земле, и три всегда на небе. Отец и Сын, и Дух Святой вовеки. И этот Бог дал Библию, не требы. Вершат историю герои, не калеки. Подсчитано количество святых. Конечно, не по спискам в лжерегистратуре. Следы беспутные погибших и слепых. Молитву воскуряющих и тех, кто курит. То есть все подсчитано. Нам три окна варварины известны. Евангелистов четверо, а остальные ложные. Одна Христа Голгофа. К ней доберется честный. Там два меча навек заправлены в ножны. Цветут однажды вешние цветы, Осемененные евангельской вестью. Из них нам мачты дивные кресты. Пыль свое слово, опыленный крестик. Нам семьдесят отпущено годов. Неплохо бы еще добавить семь. Но со скалы орел подняться ввысь готов. Мы отойдем. Но как? Когда и с чем? Семь. У меня как раз семь добавлено. Вот уже дожилы. Слава Богу. Так. Это тоже в четвертом году было. Я это сейчас покажу. Это вот один вопрос разбирали. Дальше. Вопрос 1436. Пятый том открытым оком. Когда видишь вопиющее беззаконие священников, то если об этом не знать, один грех. Но когда узнаешь и видишь, что от этого другие души гибнут, то стоит ли об этом говорить, принимать какие-то меры? То есть это у меня вопросы, которые задают. Я на кафедре стою в университете. Ну тогда тебе постоянно подсовывают, не судите. Вроде бы мы можем подправлять друг друга. А священники, тем более архиерей, не из той породы. И к ним с этим нельзя подходить. То есть они могут судить все, говорить и вытворять всякие дела, а ты не можешь говорить. Мы между собой братья, а они нечто иное, высшее над нами. Так ли это? Дальше. Ответ. Во всем нужна мера и чинность, иначе будет невоздержание и бесчиние. Сначала точно узнать, лично ли это грех, допустим, пьянство или прелюбодеяние. Тогда по инстанции через архиерея добиться убрать этого мертвеца. Но когда такой деятель не по Писанию ведет свою паству, то тут и ждать нечего, а прямо этому греху и противостать. Причем тут не судите, когда этот грех уже осужден. Иезекииль 33,8. Грех осужден, как не судить? Я просто считаю, показываю, все. Играет словами. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщет руки твоей. По чувству любви мы просто обязаны позаботиться о наших пастырях, чтобы их не заносило, и они не погибли бы. В Библии самые грозные слова сказаны о пастырях, какого бы ранга и возраста они ни были. Они будут отвечать не только за себя, но и за посомок. Иезекииль 34,10. Так говорит Господь Бог. Вот, я на пастыре. И взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастырят пасти самих себя, и стругну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. «Христос всех своих учеников назвал братьями». Матфей 23,8. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Вы все живы, братья». Деяние 15,36. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Братьев посетим, навестим 2 Петра 3,15. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Филимон 1,1. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему». Слово «брат» встречается во всей Библии тысяча десять раз, и всегда от смысла один. Мы родные, мы единокровные, мы имеем одного отца. И обращаясь к Создателю Отче наш, мы тем самым показываем свое сыновство одному и тому же Богу Господу. И к епископу, и к патриарху мы можем обращаться не к святейшему, а просто брат патриарх Лавр, брат митрополит Евтихий». «Все на этом, ступай, я тут дальше поеду один. Иди топи. Аккуратно, не сшиби здесь все. Вопрос 1893, 7 том «Открытым оком». Это у меня книги вышли, «Открытым оком» называется. 33 тома по 752 странице. В апостольские времена тоже избирали руководителей, но по качествам совсем-совсем не тем, что у пустынники. У пустынников. Не по иноческим подвигам, а по жизни, по Евангелию, по силе проповеди, учительству. Почему так изменилась шкала требований? Повторяю, это мне вопросы задают. Я в пяти университетах тогда вел занятия, в школах, в милиции, по радио. Три программы у меня шли регулярно. Притом, как говорят на ней онлайн, прямо одна была воскресная, часовая. Отмечаю. Не устаю повторять, что развитие церкви пошло совсем по иному пути, чем указано Христом. Стали искать свой путь. Путь самости своих трудов. Римлянам 10.2.4 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Ну, это непереходимый стих для монахов. Они своей праведностью пытаются спасаться. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была Божьей благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Какие простые слова. Это эпиграфы, просто транспаранты надо ставить при входе в каждый монастырь. Придумали инощество, монашество, схему и прочее звание, как у иеговистов или у казаков. У тех тоже полковник, там у казаков. Но епископ 1 Тимофея 3.2 Но епископ должен быть непорочен, а одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, странолюбив. Да на прием не попадешь. Епископ наш говорит, пришел там к Владимиру, тогда был у них вроде Владимир в Омске, просидел больше полдня. Епископ к епископу и то попасть не может. По этим нормам-то ни одного епископа, может быть, не найдешь. Кто знает Писание, не видит это сразу же. А кто доверился монахам, они намерто все, что не по послушанию, не воспримут. По слушанию вышестоящему. Вот что стали ценить. Два и тоща. Прозорливость, чудотворчество, пощение. По этим качествам и по послушанию наставнику воспитывали. И потом из таких ставили в руководители, в игумены, в епископы. Умение приобретать души в миру было забыто. Мирскую грамоту отвергли совсем, и потому с мирскими не могли успешно трудиться. Приобретать новые души для Христа. Да, в этом они нуждались. Паисий Великий. 19 июня. Житие святых. Кавычки открыты. Когда я по временам сидел у преподобного Паисия, пишет блаженный Иоанн Колов, приходили к нему некоторые иноки, желая слышать от него полезное для их души слово, и при этом часто просили его, говоря, поведай нам очень о нашем спасении, как мы должны жить для Господа. Старий же на это говорил, соблюдайте заповеди Божии и сохраняйте отеческие предания. И в другой раз иноки просили его, скажи нам очень что-нибудь, еще на пользу наших душ. То есть сами-то Евангелие не имели, не считали, по пустыне бродили, ага, тот мудро отвечает. И он через всю пустыню проходил, трудясь найти его. Евангелия-то не было. Божественный же муж, видя прозорными очами своими помышлениями, каждому сказал то, о чем он думал, и при этом поведал им, какие из помышлений их благи, и каковы порочные, и от чего эти помыслы пришли к ним на сердце. Иноки эти весьма удивлялись прозорливости старца. Сказали мне, повествует Иоанн Колов, наедине, поистине, отче Иоанн, Ава Паисия открыл нам все тайны сердец наших. И то, что одному только Богу было известно, он ясно это увидел и в нас. Не знаю, как это можно, вот это, мне сколько раз говорили, мы вопрос еще не задали, а вы отвечаете. Я не считаю никакой прозорливости. Притом, это те люди, которые постоянно ходили, которые слушают на пленке, пленок, две тысячи с половиной часов, но я, говорит, рассуждал сейчас о воспитании детей, любую беру, включаю, обязательно на это сразу откроется. И что, считать меня прозорием, что ли? Венедик, 14 марта, кавычки открыты. Он счел все это за траву, иссохшую вместе со своими светами. В светские науки того времени он стал изучать в Риме. Но, видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстным похотям, он удалился оттуда, боясь, как бы из малого книжного обучения, не погубить великого разума своей души. Великого разума своей души. То есть, определил уже. И, развратившись с людьми порочными, не впасть в пропасть греховную. Так это сегодня в монахии идти, так как раз и развратишься. И в церковь ходить развратишься. А ко всем беспорядкам привыкнешь. Надо приобрать, надо трудиться. Итак, он вышел из школ ненаученным мудрецом и разумным невеждой. И презрел внешнее любомудрие, чтобы сохранить внутреннее целомудрие. Как хочешь, так и понимай. Памва, 18 июля, кавычки открыты. На пути старец с несколькими братьями увидел сидящих мирян, которые не обращали внимания на проходивших иноков. Памва сказал этим мирянам, встаньте и приветствуйте монахов с почтением, чтобы получить от них благословение. А они часто беседуют с Богом и уста их священных. Вот как они мыслят. Это не гордость, не прелесть. Идут обыкновенные монахи. И люди все отмерзкие уже, а никто и не почитают уже тогда их. Понимали, кто туда собрался. Все понимали. Тунеядство одно. Пантелеемон, 27 июля. Кавычки открыты. С этого дня Пантелеемон, Пантелеон, еще не Пантелеемон был, Пантелеон, каждый день приходил в старцы и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. И когда он возвращался от своего учителя Ефросина, то не раньше приходил домой, как посетив старца и приняв от него душу полезное наставление. Вот это понятно, на какой вопрос отвечалось. Снова. Это мы тема священства берем. Вопрос. 1884. Седьмой том открытым оком. Нравственное состояние священства и мирян сегодня хуже некуда. Это и невооруженным глазом видно. Но как было при гонениях? Это мне вопрос задают. Ответ. Гонения эту шелуху сдували. А когда наступал мир, то быстро все затягивало ряской болотной. Как здесь и было, и в Бутово, и сколько священников расстреляли. И скажи ты, так возносится сейчас, не подойди. Ну, я понимаю, что Бог будет опять вытряхать, выжигать. Киприан Карфагенский. 31 августа. Кавычки открыты. В сане епископ Киприан обратил свое внимание прежде всего на благоустроение церковное. Следует заметить, что в то время было немало христиан, которые только именовали себя христианами. А в действительности проводили жизнь недостойного истинного христианина. Так как гонения от язычников на христиан прекратились уже давно, и церковь наслаждалась почти сорокалетним миром, то некоторые христиане легкомысленно позволяли себе отступление от строгих христианских обычаев. Вот как сам Киприан описывает на рабственные недостатки его времени. Кавычки открыты. Каждый заботился об умножении собственности. В иереях не было ожидаемое по их обету благочестие. В служителях, клириках не было чистой веры. В делах милосердия. В нравах благоустройства не было. Многие христиане не хранили твердо истин веры христовые и отступали от Христа. Допускались часто безрассудные клятвы, презрение и непослушание предстоятелям, злословие и взаимные вражды. Кавычки закрыты. Ввиду этого всего святому Киприану в сане епископа пришлось весьма много потрудиться на пользу внутреннего благоустроения церкви. Это все в кавычки теперь. В скором же времени по поставлению когда его самого рукоположили в епископа. В санкт-эпископа святой Киприан приступил к искоренению вкравшихся в жизнь христиан беспорядков. Но сегодня ни один этим не занимается. Все мирское-то в церкви. И как одеваются, и как ведут себя. Киприан обратил свое внимание прежде всего на клир. На самих пастырей церкви, которые являлись руководителями народа. Киприан не допускал никого, даже к низшим степеням служения в клире, без предварительного, тщательного исследования о способностях и поведении каждого. Он требовал известной подготовки от лиц, желавших выступать на служение церкви. Самое испытание в знании христианского учения Киприан производил присутствие присвятеров, как это известно, конкретно он говорит, относительно оптана, коего Киприан в начале своего епископства назначил учителем оглашенных. Стихотворение. Напротив каждой строчки место писания. Откуда взята мысль. Соль из детства неприметная в достатке, подсыпанная мамой в тесто и виноя, не то, что приторная, патокою сладкой, потом в мой дом придет уже женою. На разных континентах и повсюду различные обычаи и вкусы, но соль одна неведомое чудо, она в крови, на языке и пульсе. Что значит соль? Спасая от гниения, она сама, доколе сила в ней от века в век пророческим знамением, слезу раскаяния выжмет из камней. Дух Божий обречает и врачует, скрывая ложь, ничтожество людишек. Гнило ядовитое корчует, подслащенное, как должно, опишет. Соленые слова еще в раю, предупреждение грозное владыки. Соли сегодня всюду продают, огнем осоленное с обречением книги. Безвкусные речи в храмах и часовнях, тлен разложением нравах прихожан. Глашата истины, смотри, пустует кровля, без боли кто здорового рожал? Кто облищит правителей лукавых, корыстолюбие выжмет и осолит? Откроет Библию ее стихи и главы, наступит на любимые мозоли. Кто просолен, белеет соль на спинах, тот пашет, разгибаясь на молитву. Не помышляй, не упрекай наивно, что можешь выиграть в сражении без битвы. Для многих соль на раны, на гангрену единственное средство исцелиться. Ум осолившийся признает это ценным, на обречающих никак не будет злиться. еще новый вопрос. Вопрос 1119. Третий том открытым оком. Перед рукоположением священник должен и жениться, или принять монашество. А если его рукоположили, а потом через какое-то время он принял монашество, перед рукоположением не женился, то будет ли это нарушением правил? Ответ. Я вам сначала отвечу по Библии, а потом к чему мы пришли на сегодняшний день, забыв Библию. Господь избрал 12 апостолов. Были ли среди них женатые? Евангелие говорит, что у Петра была теща. Откуда теща, если нет жены? Хотя о ней не говорится ни слова. Матфея 8 глава 14-15 стихи. Это мы читаем прямо из Евангелия. Придя в дом Петрова, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее. И она встала и служила им. Можем предположить, что Христос исцелил ее по просьбе Петра. Значит, он заботился о ней. Но это опять же предположительно. Это была не теща из русских анекдотов. Иоанн Златоуст говорит, что знание, звание апостола, это наивысшее звание во вселенной, включающее в себя все, что бы мы ни назвали, пророк, учитель, чудотворец, говорящий на языках, истолкователь, ну, подобное. Их наградил Господь всеми дарами при избытке. Наличие жены, теперь дальше раскрываем, согласно житии святых, не препятствует служению Господу. Об этом говорят и каноны церкви. Не один, а не два. Об этом говорит первое послание апостола Павла Коринфянам 9.5. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Значит, апостол Павел знал семейное положение не только Петра, сестры, жены, у прочих апостолов. И он это не протестовывал, не обречал Петра за это, хотя за другое случалось. Откуда же пресловутые наместники апостола Петра, Папы Римские и наши архиереи взяли непременные условия быть только монахами, истребив полностью женатый епископат? Ну вот откуда я спрашиваю вопрос, мне пускай тоже ответят. Любое соборное постановление по этому вопросу, что сейчас есть в церкви, антиевангельское, его нельзя было утверждать. Это правило нужно немедленно изъять из книги правил, как написанное вопреки Духу Святому, который является автором Библии. Потеряв внутреннее единение с Богом, люди стали устремляться на внешнее, и брак объявили греховным, связь с женщиной, удаляющей от Бога. Апостол Павел назвал такое учение бесовским, от сатаны. Есть над чем задуматься неженатому епископату и священству, которое только за последний год, за свой гомосексуализм в католической церкви, заплатили более двух миллиардов долларов на судебные издержки. А если бы они были женаты, то этого бы ничего не было. Они бы играли дома со своими попадьями, что благословено создателям и апостолами. Опять же, мы обратимся к тому, что нам говорит Святая Библия в 1 Тимопее 4.1.3. Да уже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих ступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением, запрещающих вступать в брак, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Вот откуда идет. Далее, несколько правил из книги правил, кавычки открыты. Если кто епископ или спецмитер или диакон или вообще из священного чина удаляется от брака и мяса, и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро взяло и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их и таким образом хуля клевещет на создание или да исправится или да будет изверженность священного чина и отвержена церкви. Також и мирянин. Это апостольское правило 51 и дальше брачное счастное сожительство почтенно. Гаммский собор 21 правило. Есть еретики говорящие, что женатому не спастись. Таковых церков отлучает. Таковых церков отлучает. А придумали это как второе крещение, это такой чин ангельский. Игра детская все это. Кавычки открыты. Если кто порицает брак и женой верной и благочестивой с мужем своим совокупляющейся гнушается или порицает он ее как немогущую войти в царствие да будет подклятвы то есть проклят. Это правило. Если кто девствует или воздерживается удаляясь от брака как гнушающийся им а не ради самой доброты и святыни девства да будет подклятваю то есть проклят Ганнский собор первое и девятое правило если жена будет гнушаться брака и по этой причине оставит мужа она подклятваю Ганнский собор 14 то есть она проклята епископ или пресвитер или диакон да не изгонит своей жены под видом благоговения если же изгонит да будет отлучен от общения церковного и оставаясь непреклонным да будет извержен от священного чина апостольские правила 5 и 51 есть только одно правило не быть двоеженцем священнослужителю у попа одна жена пословица говорит интересно тоже откуда-то знали эти поговорки там брать и они действительно отражают или если какой-то кантует ящик и поставить его нужно чтобы по высоте было ставим на попа то есть попа всегда на ногах 1 Тимофея 3 2 но епископ должен быть непорочен одной жены муж трезвот целомудрен благочинен честен странно любви учителен 1 Тимофея 3 12 диакон должен быть муж одной жены хорошо управляющий детьми и домом своим соборные правила действительно имеют силу только тогда когда они не противоречат священного писания иначе они ошибочны и ведут в заблуждение уводят от Христа сейчас есть промежуточная прослойка между монашеством и женатым священством целебат неженатый священник не принимавший монашеских обетов и твердейшее правило соблюдаемое в православии что ни диакон ни священник будучи уже в сущем сане не может жениться это они могут сделать только до рукоположения правило ни на чем не основано это правило не евангельское хотя и не противоевангельское так как нет в библии ни слова о том что если бы он был рукоположен неженатым то нельзя жениться вот так сейчас гляну я потому что тут один нахожусь и мне надо уже смотреть что смотреть все однако так сейчас посмотрю закончено где-то тут у них надпись есть ага вот я ничего не могу сделать и все на этом